Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Елена Вагнистая, вы смотрите канал OK English и сегодня я предлагаю вам немножко поработать над фразовыми глаголами. Мы разберём в данном уроке фразовые глаголы, которые образованы от основного глагола bang. Это не очень популярный глагол, он встречается, может быть, чуть реже, чем другие глаголы, но тем не менее он встречается, тем не менее с ним есть фразовые глаголы, которые следует рассмотреть. Ну что ж, давайте с вами поработаем, поехали! So, bang – это стучать или хлопать. Bang! Он меня стукнул по голове, he bang me, да? Так вот что-то со звуком, да? Какой-то стук, который производит много шума, много звука. И смотрим, друзья мои, первая связка с глаголом bang – bang about or bang around. It means to move around a place, doing things and making a lot of noise. Мы помним, что around или about обозначает, что вы вот как бы кругами двигаетесь по какой-то локации. И здесь bang around, то есть как бы вы двигаетесь кругами и производите много шума, поэтому мы можем переводить связку bang about и bang around как шуметь, то есть что-то делать, где-то перемещаться и шуметь. Michael was bang about in the garage, hunting for his tools. Майкл бегал по гаражу и шумел, пытаясь найти свои инструменты. Итак, Michael was bang about in the garage. Или garage иногда говорят, да? Bang about показывает, что он не просто сидел на одном месте и шумел там, да? А он перемещался по всему пространству гаража. И зачем он это делал? Hunting for his tools. Это как бы такое переносное значение глагола hunt. Вообще hunt – это охотиться. То есть как бы он охотился за своими инструментами. Но понятное дело, что он не бегал за ними с винтовкой, да? То есть он их пытался найти. Hunting for his tools. Пытаясь найти свои инструменты. Tools – это инструменты, которыми работает мастер. Если ты встанешь рано, то, пожалуйста, не нужно ходить и греметь, потому что ты меня разбудишь. Итак, if you get up early. Если ты встанешь пораньше. Мы видим, что это условное предложение первого типа. Начинается со слова if. Думаем о будущем, используем настоящее. If you get up – если ты встанешь. If you get up early, don't start banging around. Не нужно начинать шуметь. То есть если ты будешь двигаться, но при этом не нужно шуметь. Don't start banging around. You'll wake me up. А тут ты меня разбудишь. Кстати, wake up – тоже фразовый глагол. Давайте повторим еще раз эти два примера. Michael was banging about in the garage, hunting for his tools. If you get up early, don't start banging around. You'll wake me up. Двигаемся дальше. Опять работаем с bang about и bang around. It means to move things around a place in a noisy way or to use them roughly and carelessly. То есть bang around и bang about имеют второе значение. Когда вы не просто сами перемещаетесь, а перемещаете вещи по какому-то месту, по комнате, по дому. И при этом вы делаете это шумно. Вот как гремите посудой. Вы делаете это шумно, либо вы используете эти вещи как бы так, что, как бы это лучше сказать, roughly, ну как бы грубо, да, неаккуратно. Вы используете вещи неаккуратно and carelessly и неаккуратно. То есть два раза неаккуратно. Вариант перевода – греметь. В кухне Тесса гремела кастрюлями и раздражала меня, да. В кухне. Теперь непосредственно, что нас интересует. Смотрите, если вы гремите чем-то, то, как правило, мы сначала говорим bang, потом говорим, чем гремят, а потом about или around. Разницы никакой нет. Тесса banged saucepans. Вот вам кастрюльки, saucepans. She banged saucepans about. Она гремела посудой. И как она это делала? Irritably. Irritably – это в раздражающей манере. То есть так, что это раздражало. Irritably. Мы знаем глагол irritate – кого-то раздражать, кого-то бесить. Соответственно, производная от него наречия irritably – раздражающе, в раздражающей манере. Тесса banged saucepans about. И дополнение – irritably. In the kitchen, Тесса banged saucepans about irritably. Двигаемся дальше. Опять работаем с bang about – bang around. If an object bangs around or about, it moves around noisily, hitting other objects. Because it has become loose or has been badly packed. Итак, здесь мы также говорим об объекте. Если объект bang about или bang around, если это с ним происходит, то он как бы двигается с шумом, да, как трясётся, колеблется с шумом, гремит. При этом он ударяется от другие объекты, что производит шум. И происходит это по причине того, что он как бы не закреплён. It became loose. Он как бы стал незакреплённым. Либо он был плохо упакован. Варианты перевода – шуметь при движении, скрипеть, болтаться, тарахтеть. То есть, опять же, мы видим, что у нас есть перемещение как будто бы по кругу, да, со звуком. И давайте посмотрим примеры. Я слышал, как дверь гаража гремела на ветру, или скрипела на ветру, или болталась на ветру. Не знаю, что там с ней происходило, да. По-русски всё-таки скрипеть, болтаться и тарахтеть – это немножко разное, да, но в английском у нас только один вариант. Вернее, два варианта – bang about и bang around. Тоже сначала мы укажем объект, потом то, что он гремел. The door banged about. The door banged around. Разницы, опять же, между about и around нет. There is something banging around in the back of the car. Что-то гремит сзади в машине, или в багажнике машины. Опять же, говорим что, что-то, да, something. И какое оно производит действие? It's banging around. Оно гремит, или оно тарахтит. In the back of the car. Сразу представили багажник, там не закрепили, не знаю, ведро какое-нибудь, да, или какую-то палку. Едем по кочкам, и она вот так вот тарахтит. It's banging around, it's banging about, да. То есть, здесь, мне кажется, лёгкость данной связки в том, что мы всегда можем визуализировать ситуацию, потому что легко представить себе, как происходит шум, да. Я себе нарисовала картинку, как что-то гремит в багажнике. Вы сразу это представили, и на это очень хорошо наслаивается связка bang around или bang about. Поэтому, в принципе, такой довольно-таки лёгкий фразовый глагол. Давайте прочитаем ещё раз наши примеры. I could hear the garage door banging about in the wind. There is something banging around in the back of the car. А теперь, друзья, мы непосредственно переходим к мини-диалогу. What the heck are you doing? What's wrong? I'm trying to fall asleep, and you're bending all this stuff around. Oh, I'm so sorry. I'll try to be quieter. Что, чёрт возьми, ты делаешь? А что такое? Я тут спать пытаюсь, и ты тарахтишь, гремишь всеми этими вещами. Ой, прости, пожалуйста, я попытаюсь быть тише. Итак, what the heck? Какого чёрта? Какого лешего? What the heck are you doing? Какого лешего ты тут делаешь? Это такое, как бы, эмоциональное выражение. Какого чёрта, какого лешего, да. What's wrong? А что такое? Что не так? I'm trying to fall asleep, я пытаюсь заснуть. And you're bending all this stuff around. А ты гремишь этими вещами. Итак, помним, что когда мы гремим какими-то предметами, как у нас был пример с suspense, то сначала мы говорим bang, потом указываем предмет, которым гремят, или предметы, а потом говорим around или about. All the stuff – это все эти штуки, все эти предметы, короче, всё, что я здесь вижу. You're bending all this stuff around. Oh, I'm so sorry. Прости, пожалуйста. I'll try to be quieter. Я попытаюсь быть тише. Окей, друзья мои, теперь давайте прочитаем этот диалог по ролям. Я начинаю. What the heck are you doing? I'm trying to fall asleep. And you're bending all this stuff around. Окей, great. Now let's change the role. Start, please. What's wrong? Oh, I'm so sorry. I'll try to be quieter. Отлично, друзья мои. Думаю, тут все получилось без проблем. И теперь тут у нас один коротенький видеофрагмент и небольшой аудиофрагмент. I've been bending around in the dryer for three hours. Feel how soft. Я крутился в сушилке три часа, почувствую, какой я мягкий. Ну, там по картинке будет все понятно, да? И аудиопример. We could hear them bending about upstairs. Мы слышали, как они громко шли по ступеням, да? Или как бы скрипели ступенями, может быть, как вариант. Ну, и теперь послушаем это все дело и двигаемся к финальной части нашего урока. В финальной части мы с вами повторим, друзья мои, все, что мы разобрали. Так как мы уже прочитали все эти примеры, я их прочитаю в более быстром темпе, так, чтобы освежить их в памяти. Если вы прикидывали, Ну и, друзья мои, все, что осталось вам сделать, сделать обратный перевод. Это вроде бы такое простецкое задание, но именно на данном этапе вскрываются все ваши косяки и ошибки. В общем, все, что вы не доработали. Причем может вскрыться не только неумение пользоваться тем материалом, который мы разобрали на уроке, а также неумение пользоваться другими грамматическими шаблонами, конструкциями, умением правильно строить предложения. Вы можете потерять предлоги. В общем, все, что угодно может случиться на данном этапе, поэтому я рекомендую всегда делать это задание, этот блок. Конечно, лучше всего, наверное, делать его устно, вслух, но также довольно-таки неплохо, если вы сделаете его письменный, сверитесь с предыдущим слайдом, на котором все те же самые примеры в том же самом порядке написаны для того, чтобы можно было с ними свериться. Занятие для вас провела Елена Вагнистая, канал OK English. Подписывайтесь на мой канал, следите за новинками, будем дальше разбирать фразовые глаголы английского языка, которых очень много, и они все чаще используются в американском английском языке, поэтому не пропускайте данные уроки. Жмите лайк. Если вам понравился данный урок, оставляйте свои вопросы, составляйте свои собственные примеры, и до скорой встречи. С вами была Елена Вагнистая. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok